Здравствуйте! Я действительно Юлия Макарова. Я представляю новое подразделение компании Яндекса, которое называется Яндекс Дейта Фэктори. Мы занимаемся разработкой сервисов в области предсказательной аналитики и используем технологии машинного обучения и работы с большими данными. Термин предсказательная аналитика, и я поясню чуть позже, про машинное обучение Евгений Куршев начал говорить, я расскажу чуть подробнее. Соответственно, в своем докладе я бы хотела уделить немножко времени и рассказать, кто мы вообще такие, откуда мы взялись, и почему мы этим занимаемся, и что мы уже успели сделать. И вторая часть будет посвящена тому, чем же мы можем быть вам полезны. Немножко про то, откуда мы взялись. Итак, основная экспертиза Яндекса — это поиск. Всем понятно. При этом задача не в том, чтобы перелопатить миллиарды страниц, которые есть в интернете, и найти те, которые содержат поисковый запрос. Задача в том, чтобы понять, а что же хотел вот этот конкретный пользователь, и отсортировать результаты поиска так, чтобы выдать ему релевантный ответ. Соответственно, вот как раз-таки этим сортированием, сортировкой, и занимается машинное обучение. Приведу более жизненный пример, все сталкивались. Например, оценка заемщика в банке. То есть как понять, кому можно выдать кредит, а кому нет? Ну, можно решить задачу просто. Посадить аналитиков, экспертов. Они выберут, ну, 20 параметров, на основании которых можно будет построить модель. Ага, мужчине старше 25 лет, с опытом работы таким-то, с семейным положением таким-то, кредит даем. А вот, например, женщине тоже даем. Но она, может, должна быть старше или, наоборот, моложе. Когда параметров 20, ну, это, в общем-то, довольно легко сделать человеку. Но что мы получаем в ответ? Мы можем получить слишком грубую модель, и у нас либо половина потенциальных заемщиков будет отсеяна, либо, наоборот, мы будем давать кредиты, кому попало, и большая часть из них может не вернуться. Что делать? Нужно делать более детализированную модель. Но возможности человека ограничены, и когда параметров, например, сотни, а то и больше, человеку очень сложно так вот построить модель. Ага, есть ли вот этот параметр, и это. То есть сочетание огромного количества параметров, причем совершенно разные, и потом возможность на основании этих сочетаний принимать решения. Вот как раз-таки для решения этих задач используются технологии машинного обучения. Точно так же это используется и в поиске, когда много-много-много разных параметров анализируются, когда пользователь вводит запрос, начиная с банальных, это регион, язык запроса, история предыдущих запросов, и заканчивая такими экзотическими, как наличие орфографических ошибок или скорость ввода запроса. Вот все эти огромное количество параметров, движок MatrixNet, который уже звучал, анализирует и принимает решение, что же показать пользователю, какой будет релевантный ответ. Соответственно, здесь два ключевых слова. Машинное обучение и большое количество данных. Соответственно, в течение многих лет Яндекс эти технологии обкатывал, усовершенствовал и в какой-то момент задумался, а нельзя ли применить их наружу куда-нибудь, еще для каких-нибудь целей. И в 2013 году нам предоставилась такая возможность. Мы стали партнером Европейского центра ядерных исследований. Ну, про большой андронный коллайдер все слышали. И суть была в следующем. Ученые проводят эксперименты. Они проводят соударения частиц, и им нужно отслеживать, каковы результаты этих соударений. Проблема в том, что было огромное количество соударений в секунду, то есть миллиарды. Каждое соударение порождало за собой терабайты информации, а для того, чтобы понять, произошло нужное событие, которое ждали ученые или нет, необходимо проанализировать несколько тысяч параметров. То есть открыть табличку и попытаться отфильтровать, ну, не получается. Соответственно, мы сделали сервис, который сначала обучился на данных физиках, физиков, посмотрел, какие результаты экспериментов нужны, какие мы ищем, а дальше был применен на их живых данных, и теперь в течение нескольких секунд ученые могут отлавливать результаты эксперимента именно те, которые были им нужны. Этот результат нас весьма воодушевил, и мы решили, а не пойти ли в бизнес. И в течение прошлого года мы проводили много экспериментов. Один из кейсов у нас был с мобильным оператором. Задача была следующая. Предсказать отток его клиентов. При этом у него была команда аналитиков, которая занималась этой задачей, ну, на протяжении, в общем-то, многих лет. Мы согласились посоревноваться, взяли данные об активности клиентов за три месяца, сделали модель, и получилось, что наше предсказание практически на 20% выше, чем у команды аналитиков, которая занималась этим у оператора. Ну, оператор был удивлен, аналитики несколько раз встроены, мы обрадовались. Следующий кейс был с розничным банком. Задача была увеличить количество дополнительных продаж по своей клиентской базе, соответственно, с помощью рассылок индивидуальных рекомендаций. Здесь точно так же. Мы получили данные об активностях пользователей, о профилях, построили модель, и получилось, что компания, которая была построена на наших рекомендациях, была на 13% более эффективна, чем на основании тех рекомендаций, которые банк делал раньше. Поставили галочку, пошли дальше. Был кейс с федеральным дорожным агентством. Здесь аналогов на рынке мы не нашли, а задача звучала следующим образом. Необходимо было предсказывать дорожно-транспортные происшествия на основании данных, которые имелись, и тех технологий, которые у нас были. Соответственно, у нас получился в 7 раз более точный результат, чем на основании других статистических методов. Ну и, наконец, мы не могли обойти вниманием производителей аналогичных продуктов, которые занимаются производством софта для предсказательной аналитики, договорились с одним из вендоров и сравнили наши продукты. Проявили серию экспериментов, и в 17 из 18 оказалось, что наш продукт дает лучший результат. Поэтому название вендора не пишем. Не всем нравится, когда рассказывают, что его продукт оказался не лучшим образом. Соответственно, получив все эти воодушевляющие результаты, в декабре прошлого года мы объявили о рождении Яндекс.Дейта Фактори. При этом наша экспертиза — это предсказательная и приписывающая аналитика. То есть, что такое описательная аналитика, все знают. BI есть у всех, произошли какие-то события, мы собрали данные, построили отчет, графики, все такое красивое, посмотрели, и имеем возможность прикинуть, а что будет дальше, и базировать свои будущие управленческие решения на предыдущей информации. Но мы говорим, что это уже прошлый век, давайте смотреть в будущее. Мы предсказываем, что может произойти, и более того, мы предлагаем, как действовать в этой ситуации. Например, в ситуации, когда ваши клиенты собираются уйти к конкурентам, мало выявить таких клиентов, нужно еще и подсказать, а как заставить их остаться. Это как раз-таки предписывающая аналитика. И все наши решения базируются на таких методах, как поведенческая аналитика, временные ряды и аномалии, распознавание текстов, образов, видео и геоаналитика. Вот это вот в целом о том, чем мы занимаемся, что мы умеем. И теперь о насущном. А каким образом это может пригодиться вам? Вот моя задача на самом деле сейчас дать вам пищу для воображения, потому что я сейчас перечислю задачи, которые мы делали и которые нам кажутся оптимальными для ритейла. Возможно, вы придумаете что-то свое. Или у вас родятся мысли о том, а как эффективно использовать те данные, которые вы уже накопили или накапливаете в ходе своей операционной деятельности. Поехали. Первый блок решений базируется на поведенческой аналитике. Здесь объектом информации и анализа у нас является человек. То есть история его действий. Для вас это клиенты, для банков тоже клиенты, заемщики, в общем, люди. Чего хотят обычно ритейлеры? Ну это банально. Наверное, роста выручки, роста прибыли, роста количества клиентов, повышение их лояльности. А чего хотят клиенты? На самом деле, думаю, что вы догадываетесь, что многих уже достало желание продать им что угодно, любой ценой, звонки, какая-то навязчивая реклама. То есть люди хотят внимания, заботы, хотя бы чтобы их понимали, они хотят индивидуального подхода. Но как можно добиться индивидуального подхода, когда у тебя клиентов сотни тысяч или миллионы? Ну вот нереально. Да ладно, вот сто лет назад был какой-нибудь хозяин маленького магазинчика, он всю свою аудиторию знал, знал, кому что предложить, кто что любит, и проблем не было. Ну, оборот был маленький. А сейчас, когда клиентов миллионы, ну о какой персонализации может идти речь? Так вот, машинное обучение и поведенческая аналитика, это как раз про это. Возможность выстроить персонализированные отношения с вашими клиентами. Первая задача, самая стандартная, самая общая, это увеличение кросс и доп. продаж при помощи индивидуальных рекомендаций. Я про эту задачу расскажу чуть позже, потому что мы уже на основании своих проектов сделали сервис для решения этой задачи. Что касается остальных. Повышение эффективности программы лояльности. Вот здесь тоже вопрос. Методы все известны. Давайте будем давать нашим клиентам всякие разные плюшки. Ну, вопрос, во-первых, стоит ли давать всем, вот, чью лояльность мы хотим сохранить? И, может быть, он уже и так достаточно лоялен? Может, не надо тратить лишнее? Он уже и так наш. И, а что же им предлагать? Кому-то, может быть, дрель в подарок, будет приятным таким фактором, который повысит лояльность? Кому-то обои. А кому-то вот это все ничего не надо. Его, может быть, поздравить с днем рождения, надо смс-ку написать, и ему будет уже приятно. Соответственно, мы можем на основании ваших исторических данных предсказать. То есть, во-первых, померить лояльность и определить, на кого стоит вообще тратить внимание, на кого нет. Во-вторых, предсказать, а что же может повысить лояльность до заданного вами уровня. То есть, какие предложения необходимо сделать этому клиенту, чтобы он, например, стал более лояльным. Частная задача – это как раз-таки предсказание оттока. То есть, когда мы довели ситуацию до кризиса, клиенту уже ничего не надо, он хочет от вас уйти. И здесь нужно отловить эту ситуацию, понять, что этот клиент нам ценен, мы не хотим допустить его ухода и каким-то образом вернуть его в лоно нашей компании. Кластеризация клиентов – задача интересная, но не совсем понятно, что с этим делать. То есть, мы кластеризовать-то клиентов можем легко, но дальше решение за вами, а что вы вот этому гигантскому кластеру, ну или не гигантскому, будете предлагать, что вы будете с этим делать. Здесь вот у вас могут быть свои мысли, для чего вам нужна такая задача. И скрининг персонала. Кстати, вот интересный кейс был недавно. У нас был проект, инжиниринговая компания. Они просили предсказать, кто из их сотрудников уволится. Мы получили данные о 1200 сотрудников. Ну, причем данные, вот именно пол, возраст, какие-то соцдемографические данные, которые хранятся у работодателя, информация об отпусках, прогулах и прочее, уровень дохода, понятно, какая-то внутри обучение, асессмент и прочее. То есть, мы не брали данные, например, где он сидит в интернете, не сидит ли он на HeadHunter. Исключительно данные, которые хранятся у работодателя. И стали предсказывать. То есть, у нас были данные за 13-й год, нам нужно было предсказать, кто в первом квартале 14-го года уволится. Мы провели обучение, и у нас получилось отсортировать 50 сотрудников с наибольшей вероятностью, которые уволятся в следующем квартале. Отдали эти данные заказчику, и с нетерпением стали ждать. Ну, понятно, мы проверяли на исторических, поэтому у них-то уже ответ был за 14-й год. Что выяснилось? Что вот из этих 50, действительно, 7 человек уволилось в первом квартале, а еще 19 уволилось в следующем периоде. Ну, честно говоря, мы были удивлены, заказчик был шокирован. Теперь все думают, что же с этим делать. Но, в общем-то, результат был таким весьма интересным. Теперь заказчик с подозрением относится к своим сотрудникам из вот этого вот списка и думает, не собираются ли они все уйти. Это, соответственно, то, что касалось поведенческой аналитики. Значит, здесь объект — это человек, и весь анализ строится на основании его действий. Так, это я сейчас быстренько пролистаю, потом к нему вернусь. Следующая область — это временные ряды аномалии. Ну, наиболее прямое применение — это для промышленности, где есть большое количество оборудования, датчиков, и можно там предсказывать, например, будущую поломку, поломку, отказ и прочее. Но для ритейла могут быть интересны задачи предсказания спроса и предсказания трендов. Ну вот тренды — это вот сегмент, например, бытовой электроники, вот уже притча во языцах — это мультиварки. Как они так выстрелили, сразу всем были нужны. Вот если в вашем сегменте вы помните такие случаи, когда вдруг какой-то товар начинал пользоваться неожиданным спросом, ну, причем это продолжалось какое-то длительное время, то есть ни неделю, ни две, а полгода, год, то можно на этих данных обучиться и попытаться предсказывать будущие тренды на основании данных о продажах. Ну и более традиционная задача — это предсказание спроса, где нам нужны данные о продажах, об остатках на складах, и тогда мы можем предсказывать спрос не в целом по сети магазинов, и не в целом по какому-то одному магазину, что довольно, ну, может быть, легко сделать, основываясь на прогнозах прошлых лет, какой-то сезонности, еще что-то. Мы можем это предсказывать для каждого из каю или товарной категории. Так, ну, выявление аномалий мошенничеств, наверное, это скорее к банкам. Здесь про ритейл, я думаю, все. Следующее — это распознавание образов, то есть это звук, изображение, видео, тексты. Для ритейлеров часто большим спросом пользуется задача распознавания голоса для применения в колл-центрах, когда нужно отслеживать качество работы операторов, и, например, для распознавания голоса клиентов, когда хочется, чтобы клиент что-то мог сделать на сайте, например, искать. Еще пользуются, кстати, неожиданно, да, часто спрашивают нас про идентификацию товаров. То есть особенно популярно это для продавцов одежды, когда хочется найти такое же маленькое красное платьице, предположим, у этого нет размера нужного, у этого производителя или его нет наличия, а хочется найти похожее. И тогда можно по фотографии найти похожие товары. Ну, также используются для анализа сайтов конкурентов, для того, чтобы по фотографиям посмотреть, может быть, цены. Для DIY мебели, наверное, можно искать похожий диван или обои. Ну, вот не знаю, насколько это релевантно вам судить. Был, кстати, вот кейс, нам клиент дал записи, попросил обучиться, чтобы искать мат. Ну, это были аудиозаписи переговоров. Вот. Ну, мы… Не скажите. Мы долго работали, и, черт возьми, не получается. Не могли найти мат. Сами уже расстроились. Ребята переслушали треть записи. В итоге оказалось, в конце концов, что в этих записях мата не было. И зачем нам это дали? Почему необходимо было искать? Ну, может быть, проверка такая была? В общем, мат был не обнаружен. Но мы это можем делать, если он там есть. И четвертая область — это геоаналитика. Когда у нас есть данные о перемещениях автомобилей, пешеходов, GSM данные, GPS данные, карты и прочее, Оно может быть полезно для того, чтобы понимать, насколько вот эта часть улицы, например, или этот район, какая проезжаемость машин, то есть проходимость мимо этого места машин, чтобы, например, принять решение, строить здесь магазин или нет. Также можно анализировать маршруты покупателей внутри магазина, чтобы использовать эту информацию для выкладки. Ну, понятная задача про планирование логистических маршрутов с учетом карт, пробок и текущего состояния на улицах. Соответственно, все вот это для… Все вот это — это геоаналитические решения. И теперь я бы хотела перейти к нашему первому сервису. Он как раз-таки базируется на поведенческой аналитике. Черновое название Next Best Offer. Надеюсь, скоро придумаем какое-то более красивое. Итак, про что это? Этот сервис предназначен для того, чтобы подтолкнуть клиента к покупке. Путем отправки ему рекомендаций по SMS, e-mail, рекомендаций на сайте, как угодно. То есть, если у клиента уже есть перфоратор, может быть, даже два, еще один на даче, ну, сколько бы ты ему SMS-ок не слал, но не купит он еще один. А зато среди ваших клиентов может быть такой, который как раз-таки купил дачу, решил построить там баню сам, купил себе пилу, купил доски, теперь думает, не купит ли ему перфоратор. И вот как отловить это волшебное мгновение, когда он задумался, еще не купил, и сейчас мы ему бац, и предлагаем. Родной, перфоратор, только для тебя. 2% скидки, но вот только для тебя. Как отловить это чудесное мгновение? Это сложно, но это можно сделать на основании тех исторических данных, которые у вас скопились о действиях клиента. Более того, можно отловить, что ему предложить, а также порекомендовать, а каким образом отправить ему это предложение. Кто-то регулярно читает почту, открывает письма, кому-то более привычный смс, кто-то этими каналами не пользуется и пользуется только мобильным приложением или вообще обитает на сайте. Вот это все про отправку индивидуальных рекомендаций. То есть как это работает? Точнее, для чего это нужно? Мы говорим о том, что использование этого сервиса гарантированно увеличит вам объем продаж или объем прибыли, в зависимости от того, на каком показателе мы будем фокусироваться. Это мы прямо в SLA прописываем. Если мы не обеспечиваем заданный уровень, вы не платите деньги. Соответственно, какие данные нам для этого нужны? Нам нужны профиль клиента, если он у вас есть, какие-то соцдемографические данные, нужна история его покупок, а также история коммуникации. То есть если, опять-таки, она есть, когда вы ему что-то уже рекомендовали, он соглашался, отказывался, что-то покупал, что-то нет. Вот такого рода данные. Ну, трудно говорить про объем. То есть хорошо, если они есть, например, за полгода. За год тоже неплохо. Наверное, больше данные не нужны. Они могут быть, ну, опять-таки, все зависит от волатильности, но они могут быть излишними. Если данных всего за неделю или за месяц, но это слишком мало. И главное, что количество клиентов должно тоже быть, ну, релевантным. То есть если у вас 5000 клиентов, то это маловато для того, чтобы обучить на этом модель и строить прогнозы для других клиентов. Если это 100 тысяч или миллион, то это хорошая цифра для того, чтобы строить какие-то прогнозные решения. Но, опять-таки, все индивидуально, все зависит от того, какова частота покупок, каков вид бизнеса. Это можно обсуждать. Соответственно, после того, как мы получаем эти данные, мы строим прогнозирующую модель, после чего вы, например, говорите, хочу запустить компанию и понять, что для вот этих 100 тысяч клиентов предложить, отправить им рекомендации. Мы загоняем вот эти 100 тысяч идентификаторов клиентов внутрь сервиса и получаем рекомендации. То есть для каждого клиента будет указан товар, который он с наибольшей вероятностью купит, плюс канал, по которому следует отправить эту рекомендацию. Соответственно, как проверить, что все это не фикция, а это вообще работает? Разумеется, мы проверяем это на реальных данных, когда делается несколько контрольных групп клиентов, одним отправляются рекомендации, построенные на нашем сервисе, вторым, например, вообще не отправляются, третьим отправляются на построенные рекомендации на тех методах, которые вы использовали раньше, и дальше сравнивается. Мы говорим о том, что результаты на основании работы нашего сервиса будут выше не менее чем на 5% по сравнению с другими. То есть мы на 5% увеличим вам выручку или продажу. Наверное, это все, что я бы хотела сейчас вам рассказать. Призываю вас подумать о том, где вы могли бы использовать такой сервис, какие данные у вас есть и какие у вас есть потребности. И если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое за интересный доклад. Он был безумно интересный. Я думаю, в том числе кейс про работодателя и увольнение был представлен для того, чтобы вызвать повышенные интересы. В связи с этим у меня вопрос. Я хочу напомнить всем присутствующим Хортонский эксперимент, когда осуществлялась проверка эффективности работы сборщиц, не помню чего уже, и при изменении освещенности их работоспособность увеличивалась, выработка. Но вдруг, через несколько дней, экспериментаторы заметили, что даже у контрольной группы выработка тоже увеличилась и так далее. Дело в том, что, мне кажется, здесь классический признак аризонталь-эффекта. И скажите, как вы оцениваете внутреннюю валидность этого эксперимента? Как вы ее оцениваете? Вы сейчас имеете в виду именно про увольнение или в целом про… Именно по увольнению, потому что когда вы представили руководство списка из 50 человек, я уверена, что руководство начало относиться по-другому к этим людям. Все люди, которые когда-либо… кого когда-либо увольняли, на себе это ощутили. Смотрите, это все было в прошлом. Это было на исторических данных. То есть, например, эксперимент проводился в 2015 году, но все это делалось на данных 2014 года. То есть мы не могли оказать никакого влияния на результаты. У нас не было ответов, у нас были только данные о деятельности людей, и мы предсказали по этим историческим данным, что будет. И сравнили действительно, что же было. Поэтому, возможно, такой эффект может проявляться в реальной жизни. Да-да-да, чтобы не мозолили глаза и не беспокоили. Но вот здесь, тут все было чисто. Да? У меня вопрос касательно анализа пользователей. У Яндекса все-таки данных о пользователе намного больше, чем у, допустим, у нас, как у магазина. Предположим, к нам приходит новый для нас, как для магазина, пользователь. Вы можете нам отдавать какие-то информацию об этом пользователе, как о новом, и что ему показать? Вот, допустим, приходит, ему нужен перфоратор. Вы, как Яндекс, у вас больше данных, вы знаете, что ему нужен перфоратор. У нас вообще никаких данных о нем нет. Можем на основе этого как-то менять контент? Ну, смотрите, вопрос понятный. Первый тезис. Мы не предоставляем, разумеется, сырые данные, но при этом, да, мы можем использовать данные большого Яндекса в наших рекомендациях. Но на самом деле, вот в течение прошлого года, когда у нас были эксперименты, к нам приходило очень много клиентов с вопросами, в Яндекс у вас много данных про пользователей, вы все знаете, ваши данные нам точно помогут. Мы выяснили, что на самом деле сигнал, который содержится вот в данных магазина, он все-таки гораздо сильнее, чем в данных вот Яндекса. Ну, не знаю, про то, на какие сайты ходил этот пользователь, сколько ему лет, и что-то еще, что мы о нем, может быть, храним. Поэтому мы с клиентами всегда предпочитаем начинать с их данных, потому что это может дать больший эффект. Например, на своих данных вы увеличите эффект на, не знаю, 5-7%, а потом может быть еще плюс доп-эффект на 1-2% с использованием данных Яндекса. То есть сначала данные клиента, потом, если необходимо, и есть такое обоюдное желание, то возможно подключение других данных. Можно еще один вопрос? Собственно, поэтому же, допустим, если мы дадим вам свои данные о пользователе, которые для нас самые любимые, скажем так, пользователи, сможете ли вы на основе этих данных найти похожих клиентов? Похожих найти где? В интернете. А потом что с ними делать? Мы уже эту аудиторию заберем. А потом дать вам, видимо, e-mail и их контактные данные? Ну, так или иначе. Нет. Не, ну, конечно, не e-mail, а, предположим, сегментировать эту аудиторию и, соответственно, бонерочек им показать. Ну, вам же нужны какие-то каналы коммуникации с этими клиентами, чтобы их привезти на свой сайт или куда-то. Я полагаю, что здесь речь о lookalike, о нашей технологии. Мы умеем искать похожих, и да, мы сможем это сделать. Спасибо. Я вот не вижу, кто ответил. А, у Яна. Ну, если что, вопросы к Яне. Еще. Здравствуйте. Каким образом вы определяете, за какой период вам необходимо предоставлять данные? Ну, условно говоря, в нашем сегменте есть явно выраженный жизненный цикл покупателя. И год, по нашим ощущениям, это маловато. То есть мы, да, мы попадем в разную сезонность, но мы не попадем в разный жизненный цикл. И вот в какой момент вы определяете, мы правы со своим мнением о том, что жизненный цикл больше, чем год, или года вам действительно достаточно? Мы сначала обсуждаем с вами задачу, которая перед вами стоит, и те результаты, которые хотим достигнуть. Дальше вы нам просто рассказываете, какой набор данных есть у вас. Дальше, на самом деле, если у вас есть мнение, что нужно смотреть год и два, да не вопрос, мы возьмем и год и два, для нас это труда совершенно не составляет, проанализируем весь объем. Просто возможно, у вас меньше данных, и возможно, мы справимся на меньшем количестве данных. После работы аналитиков станет понятно, какой объем релевантный. То есть это такой ручной в этот момент работа аналитиков? Да, есть некоторый вот такой период работы в начале проекта при подключении к сервису, когда мы все-таки пока что встречаемся с заказчиком, обсуждаем данные, предлагаем оптимальный вариант по данному, по задаче. Спасибо. Да? Сколько стоит? Меньше, чем тот дополнительный доход, который вы получите. Реально, мы увеличиваем вам объем продаж. Если сейчас речь идет о миллионах долларов, то тогда это будет одна стоимость. Если это идет о миллионах рублей, это другая стоимость. Надо детально обсуждать. Вы привязаны не к объему работы, а привязаны к конечной выручке? Мы к конечной выручке напрямую не привязаны, но мы всегда с заказчиком обсуждаем, а какой экономический эффект он ожидает получить, потому что иногда может овчинка выделки не стоить. И вот эта вся работа добавит вам 1%, но это будет капля в море. Поэтому все равно это мы вопрос обсуждаем. Юль, здесь дополню тебя, и в любом случае мы берем на себя риски в ситуации, если эти показатели не были достигнуты. Да, безусловно. То есть мы устанавливаем тот искомый показатель, который мы должны достигнуть. Если вдруг у нас в процессе обучения модели не получилось достигнуть этого показателя, ну, значит, к вам никаких вопросов нет. Еще вопрос сзади. Даш. Я вот тут уже немножко сижу сейчас быстренько. Подскажите, я понял правильно, что это как отдельный проект какой-то, он под задачей происходит. А были ли у вас такие случаи, например, когда вы рассказывали про этап тестирования, когда вы не смогли найти применение вашей методики, например, то есть вы подумали бы, что вот мы хотели бы здесь протестировать, и у вас не получилось? Ну, скорее так, у нас были проекты, когда мы не смогли показать эффективный результат. То есть был клиент, он хотел опять-таки рекомендации по определенному каналу, но проблема была в том, как оказалось, что этот канал в принципе не работал. То есть какие бы рекомендации туда ни слались, но он просто не читался его клиентами. То есть вот такого рода неудачи у нас были. Но это к вопросу о том, как… Это вопрос как раз-таки к тому, что мы стараемся оптимизировать. То есть лучшая ситуация, когда у клиента уже есть, например, процесс, и он хочет его… Он уверен в тех каналах, которыми он пользуется, например, для рассылки рекомендаций, и он хочет повысить эффективность этого канала. В этом случае мы готовы гарантировать результат чуть ли там не со стопроцентной гарантией. Если есть сомнения, то надо думать. А еще вот вопрос, сколько занимает по времени вот эта процедура обучения, допустим, или это индивидуально для каждой задачи? Ну, это индивидуально, но, как правило, вот первичный этап, когда мы уточняем задачу, собираем данные, проводим обучение, он занимает один-два месяца. Дальше все рекомендации, они идут мгновенно. Понял, спасибо. И можно еще вопрос по поводу вот тестов, примеров, которые вы рассказывали как раз про увольнение? А вот то, что выдала система, скажем так, 50 человек, это было соизмеримо с тем количеством, которое реально уволилось? Ну, то есть, это, может быть, вы выбрали 50? Ну, смотрите, да. Насколько попали, имеется в виду, вообще число уволенных? В квартал у них в среднем увольнялось около 20 сотрудников. То есть, вот за первый квартал мы предсказали 7, у них уволились эти 7 и еще 13, да, и потом в следующий период уволилось 19, но это, наверное, было в следующих два квартала, то есть, примерно по половине от уволенных. То есть, были ли те, которых вы не предсказали? Да, конечно. То есть, были другие увольненные? Да. Те люди, которые вышли, которых вы не выделили как предсказанное? А сколько их было по соотношению? То есть, вы нашли семерых? Ну, половина получается примерно. Ну, если я пустяну, да, все. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что те проекты, которые вы проводили с ритейлом, они имели индивидуальный характер? Что? Это индивидуальная договоренность, да, соответственно. По цене? Нет. Ну, вообще о сотрудничестве, по большому счету. Я к чему… Вы собираетесь ли вы эти технологии выводить на массовый рынок, чтобы они были доступны широкому кругу и, скажем так, out of the box, то есть, что можно прийти, заплатить какую-то ставку и воспользоваться вашим сервисом, рекомендательным, скажем так, загрузив какие-то свои данные. Вы имеете в виду зайти к нам на сайт, нажать кнопочку подключиться и нас не видеть? В виде какого-то, да, облачного сервиса, скажем так, наверное, таким образом. Он уже и сейчас реализован как облачный сервис. Мы планируем, что без нашего вмешательства это должно произойти где-то через полтора-два года. То есть, вы намереваетесь сделать это именно массово? Нашим сервисом, чтобы все пользовались люди и заказчики и имели рекомендации на своих, например, интернет-магазинах. Да, наша цель сделать это, чтобы это был именно сервис подключения без участия наших аналитиков. Спасибо. Без дополнительной работы. Пожалуйста. Все, вопросы кончились? Отлично. Спасибо вам за внимание. Если что, можно по окончанию. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юля.